Сделать медицинское обслуживание пациента ориентированным. Такую цель озвучили на первом форуме пациентов Ивановской области. В конференц-зале ОКБ собрались медики, представители общественности и власти. Почетный гость, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв в своем выступлении подчеркнул, что для решения проблем необходимо прежде всего выстроить конструктивный диалог. Суть пациентской организации, как профсоюза, представлять и защищать интересы целевых групп. То есть доносить до власти существующие проблемы и добиваться от властей, от общественности решения существующих проблем. Это первое направление. И второе, крайне важно, информирование пациентов о существующих ситуациях, правах, методах лечения. Ну, это, конечно, медицинская информация, которая предоставляется врачом. Но информирование пациентов – крайне важное направление деятельности пациентской организации. Благодаря серьезному финансированию в больницах региона появилось передовое оборудование, ремонтируются старые здания. Но, к сожалению, есть ряд минусов. Актуален вопрос получения лекарственных препаратов за счет бюджета, доступности санаторно-курортного лечения для льготников, да и электронная регистратура полностью не избавила от очередей и сложностей с записью к узким специалистам. Отношения к пациенту, по мнению общественности, находятся на низком уровне. Иногда, порой, мы своей высоты, может быть, организаторов, не видим каких-то мелочей, на которых строится вся проблематика оказания здравоохранения. Вот этот диалог, который будет создан в последующем с созданием дорожной карты решения проблем и поставленных вопросов, поможет нам постепенно, постепенно выровнять вот эти взаимоотношения и сделать медицинскую помощь более доступной. По итогам пленарного заседания приняли резолюцию, в которой отражены основные проблемы здравоохранения. В профильном департаменте пообещали досконально изучить документ и постараться исправить положение. Впрочем, решить многие вопросы можно лишь на законодательном уровне. Сейчас на уровне Государственной Думы принимается целый ряд законов очень важных. Это законы лекарственного обеспечения, поправки в закон. Это принимаются, рассматриваются вопросы оказания палеоативной помощи. Понятно, что и на региональном уровне мы должны будем принять нормативные акты, которые будут способствовать реализации вот этих мероприятий в нашей области. Вторую часть форума посвятили конкретным проблемам жителей региона. Главы нескольких департаментов и руководители социальных ведомств провели личный прием граждан. Этот формат пообещали сохранить и на следующем форуме пациентов. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.